Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и, наверное, многие ждали этого ролика, но, чуваки, чтобы вдруг не оправдать кого-либо ожидания, давайте сделаем так. Вот не ждите от этого ролика абсолютно ничего, то есть не ожидайте, что идея будет какая-то крутая, там, хорошая, классная, потому что в итоге, может, просто всё это, то, что я придумал, вам не понравится, и вы такие, чёрт, я ждал этого, оказалось-то полное говно и так далее. И чтобы такого не было, просто не ждите, вот посмотрите этот ролик, ничего не ожидая, если вам окажется, эта идея окажется плохой, то вы подумаете, ну, как бы окей, то есть ничего страшного, но если вдруг вам эта идея понравится, то вы скажете, да, отлично, пойду, то есть поиграю вот тут в этой организации и так далее. Фух, вроде бы всё сказал, что хотел, и теперь давайте перейдём к самой Фоме, я думаю, что все знают, Фома наша распалась, и теперь я набираю идей заново, и что же нужно, чтобы попасть в Фому? В этом ролике я расскажу критерии для вступления в нашу Фому, что вообще будет представлять наша Фома на сервере, и немного о правилах, то есть в нашей организации. Давайте начнём с первого, это самое, наверное, логичное, что будет представлять из себя эта наша организация. В общем, чуваки, сейчас сразу скажу кому-то, может, она не понравится, но как-то так, мы будем байкерами, да, чуваки, мы будем байкерами. Не зря я купил себе фривэй, и думаю, что некоторые уже и так поняли, но всё же нужно рассказать всем, чтобы вот ни у кого не осталось никаких вопросов. Мы будем с вами байкерами, и мне понравился один комментарий, который оставил чувак, ну, тут же есть байкеры, и что, какая разница, и что, что есть другие байкеры. Мы будем своей организацией... Нет, нет, я немножко сейчас сказал всё неправильно. Мы будем хилсами, только мы будем чаптером хилсов. В общем, наверное, сейчас вы просто такие сидите, чё, чё он несёт вообще, что за пикнём говорит? Пойду лучше единственному поставлю и выключу. Кстати, что касается дизов и лайков, если ролик вам понравится, то вы можете в любом случае поставить лайк. Это действительно несложно, нажать только на одну кнопочку, а мне действительно приятно, когда вижу, что под роликом собирается больше лайков, чем я планировал. То есть, планирую под этим роликом набрать соточку лайков, а там посмотрим, как пойдёт дело. Так вот, парни, мы будем байкерами, и мы будем хилсами, то есть, есть такие байкеры, как хилсэнглс. Если кто вообще недавно начал играть сам, такие люди есть, я знаю, то вот это их предприятие, точнее, бар. То есть, давайте зайдём, сейчас, наверное, возьму косуху. Тут, как я понимаю, азэска, но я думаю, успею за 10 минут всё рассказать, просто отправлюсь на азэс. Но, чуваки, мы будем отдельным чаптером, и чтобы состоять в нашей организации, то есть, в нашей фами, не обязательно быть в клубе хилсэнглс. В общем, сейчас я всё расскажу. Мы будем играть роль байкеров, и, по сути, что мы будем делать? Просто часто мы будем кататься, то есть, колоннами. И, чуваки, не нужно идти в фаму, если вы хотите получить там денег, хотите получить какую-то собственную выгоду. Нет, я создаю фаму на тех людей, которые просто хотят поиграть вместе. И хотел бы сделать одно такое небольшое, что для примечания. Если вы идёте в фаму, то не нужно вести себя, как вы ведёте себя в реальной жизни. То есть, там, пишите привет, там, не знаю, кулу там, или что-то типа такого там. Пишите, как реальный байкер. То есть, представьте, что вы байкер. И вот, допустим, как здороваются байкеры? Ну, не думаю, что... Ку, всем хаю-хай, там, гайцы, привет. Нет, то есть, просто может быть здорово, там, и, там, приветствую, братья, там, хой, братаны. Что-то типа того. То есть, проявляйте фантазию. Ваше воображение, оно будет играть здесь очень важную роль. То есть, серьёзно, представьте, что вы настоящий байкер. Что ваша страсть — это дорога. И кроме дороги вам ничего не нужно. И поверьте, это будет действительно круто. Теперь, что касается бара. Бар наш будет вот этот. Вот, то есть, около лесопилки. Место это находится вот здесь. То есть, вот деревня в лесопилке. И, в принципе, вот, где находится этот бар. То есть, в начале. Но, к сожалению, я просто подумал, что какой толк заходить в бар? Это маленькая инта, если можно тут. То есть, мы будем парковать байки. Байки, в принципе, можно парковать какому угодно. Но чтобы это хоть немножко выглядело красиво. То есть, вот, байк, он припаркован. Также, если что, мы можем тут с вами вот задний двор. То есть, вообще, хорошо он вписывается. Тут с вами что-то обсуждать. планировать, то есть размышлять, там возможно тут будут какие-то собрания, согласитесь хорошее место, можно вообще тут что-то делать, такое вот, в принципе, неплохое место тут действительно, просто включайте ваше воображение, и если вы действительно хотите играть в рот байкера, то добро пожаловать но, 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 есть небольшие критерии, чтобы Фоме не было какого-то там дикого флота, то есть все были адекватными в общем, сейчас, наверное, скажу то за что некоторым эта идея не понравится но, к сожалению, исключения не будет и я уже, в принципе, решил так чтобы попасть в нашу Фому, то есть быть байкером, клуб-то наш Hells Angels но подразделение наше будет Bourbon MC, то есть да, прям вот наверное, очень долго, я думал, над названием, и наша Фома будет называться Bourbon MC то есть с вами, сейчас с Фоми нет никого то есть я один, потому что все остальные покинули меня, которых я сам выборил это не важно, в общем, берем и изменяем название семьи, Bourbon MC вот так вот, все, наше новое название такое, и обязательным условием, чтобы вступить в нашу Фому, нужно сменить себе ник на Бурбон, то есть не важно какое у вас имя, главное, чтобы фамилия была Бурбон, я объясню, зачем это нужно чтобы просто Бурбон и Бурбон, окей нет, это нужно для того, чтобы я понимал, что люди, которые приводят Фому, они чем-то пожертвовали то есть, согласитесь, 20 рублей но это немного, но серьезно но, что можно купить за 20 рублей сейчас? Жвачку в магазине и, быть может, кто-то подумал, что пропаганда там даймонда, то, что нужно донатить нет, я вас не заставляю, то есть при необходимости вы можете создать фейк, чтобы не тратить свои деньги для этого проекта так как с этого я не получу ни копейки то есть, быть может, реально кто-то подумал, что типа, вот, мне там заплатил даймонд, чтобы я вот сказал такое в ролике, чтобы люди меняли ники и какой-нибудь там Барерко получал там эти гроши для него, по крайней мере то есть, по 20 рублей, поэтому менять или нет вы решаете сами, но, чтобы попасть в фаму вам нужно обязательно иметь ник Бурбон и это делается для того, чтобы я смог убедиться в том, что вы действительно пожертвовали пожертвовали этими, то есть, 20 рублями сделали такой ник, потому что некоторые люди шли в фаму просто по фаму то есть, было пару чуваков, которые на полном серии сначала писали, а потом дико флудим, то есть, прям вот просто, знаете, как происходит слив какой-то админки, то есть, только он ничего не сливало, просто флудил дико в чат типа, дебила там и так далее и чтобы такого не было, таких вот индивидов, скажем так, я решил сделать такое правило, и к тому же Бурбон это будет что-то типа наших отмечающихся от других клубов косух, то есть, знаете ну да, это выглядит сначала глупо, но блин, чуваки, это реально сампо, и по-другому тут особо ничего не придумаешь мы будем с вами такими вот, то есть Бурбонами, то есть, мы будем принадлежать клубу Хиллс Энгелс, но мы будем отдельным чаптером, который будет помогать Хиллсамп, то есть, там, проведение АЗС-ок вести свой образ жизни то есть, когда там говорят, допустим, дальнобойщиков грабить, мы при желании нашем или при просьбе, там, президента а именно Цезаря Тестера, мы можем помочь, но не обязательно, то есть, мы можем сами грабить АЗС-ки, и у нас есть свой чат, опять же, кто не был ни разу в Фоме, напомню, слэшка, и вам нужно купить рацию, чтобы общаться в него и это, наверное, вот с кем мы будем также продолжим по критериям чтобы вступить в нашу Фому нужно вообще представлять, кто такие байкеры не просто, ты вступил сюда и просто стоишь что ты должен понимать, вот человек, который будет вступать, кто такие байкеры, чем они занимаются, что они делают, чтобы ты прожил, можно сказать его жизнь, почувствовал себя настоящим байкером, вжился в роль также, что касается более таких вот весомых критериев это не быть в скине бомжа, то есть, можно быть в скине хоть за 5000, где или сколько он там стоит, где чувак там в синем пиджаке, который там заплатками, но согласитесь, ну, бомж пришел и стал байкером, но это как-то не то, я думаю, что можно потратиться опять же, никто не спешит, пока что в ближайшие месяцы точно набор будет открыт, и то есть, вы сможете попасть поэтому волноваться о том, что вот, у меня сейчас там не хватает денег, чтобы купить там то-то то-то, поэтому я не уступлю, не волнуйтесь то есть, я думаю, что прекрасно, те деньги которые ему нужно для того, чтобы вложить Фому, если у вас там нет абсолютно ничего то есть, вы только начали играть на Эмбере вы сможете это, успеете сделать, вы можете просто написать, что Бурбон, оставьте мне место, я вот пока там это, коплю деньги, чтобы там приобрести что-то, а после я вот хочу пойти в твою Фому и все, я специально для вас выделю место также, чтобы попасть в нашу Фому особо, да в принципе, наверное, ничего не надо, то есть, все равно, какой у вас уровень все равно, а да, белый цвет кожи, это прям обязательно белый цвет кожи, вот, потому что байкеры являются расистами и лично я, как Бурбон 16-летний подросток, учащийся в школе, я нейтрально отношусь к, да даже, наверное, положительно к черным людям, то есть, я не являюсь расистом, я не люблю ниггеров, то есть, я не хочу сказать, что они плохие люди, но в игре мы играем роль байкеров, а байкеры являются расистами, и также нельзя состоять в гетто, ну и понятное дело, ФБР и полиция, я уж сразу, то есть это от сейфа, да, нельзя состоять в гетто, потому что такие организации как байкеры и геттовцы они ведут разный образ жизни, поэтому если вы не хотите терять там ваш ранг в полиции, в ФБР, возможно там в гетто, я не заставляю вас идти, вы можете просто, сначала не знаю, достичь чего-то, чего вы хотели а если вам надоест пойти сюда, ну, это не обязательно опять же, но, чтобы попасть в Фому никаких исключений не будет, то есть вы должны не состоять в этих организациях, а так у вас может быть хоть первый уровень, также у вас может там не быть лицензии, нет, одна лицензия потребуется, и это исходит из следующего пункта, еще одной обязательной чертой является наличие байка, и байк должен быть обязательно без байк, чуваки, никак, я понимаю, что в первое время, там, многие не хотят там расставаться со своими автомобилями, я это прекрасно понимаю, но, чуваки, это такая знаете, тематическая будет Фома, просто для любителей, тех, кто хочет опять же, я никого не заставляю и не принуждаю на что попасть, вам нужен будет байк, не велосипед, в смысле, байк а мотоцикл, любой, то есть хоть Санчес, хоть Пассажир, хоть Фривы, как у меня, хоть там Энерджи хоть, не знаю, какие там есть еще ФКР, возможно, даже этот семейный, я не помню как он называется, этот семейный мотоцикл, я думаю, что вы поняли о каком мотоцикле, сейчас идет Варфайр, по-моему либо что-то типа того, любой мотоцикл но наличие мотоцикла и, наверное, это все критерии и, чуваки, когда, вот теперь немножко поподробнее о том, чем мы будем заниматься, в принципе, о критериях то есть, давайте все подсуммируем, вам нужно будет сменить ник и иметь мотоцикл все, больше вам, по сути, ничего иметь не нужно, вы можете уступить хоть с первым уровнем, а да, скин это скин не бомжа, мотоцикл и ник, смененный на бурбон то есть, вот как правильно пишется, бурбон думаю, так, и так все знают то есть, окей, что еще когда вы попадаете в клуб, вы становитесь проспектом, проспект вообще есть хороший сериал под прикрытием вот кто посмотрит его, отдельный респект, вот тех людей, прям вот им это будет играть хороший урон потому что они будут сами понимать, так как там все подробно расписано, есть хороший сериал, вы видите просто в гугле под прикрытием США New Studio, то есть New Studio это команда переводчиков, потому что у них озвучка там действительно хорошая, потому что есть еще русский какой-то говеный сериал, который я начинал смотреть потому что я сначала думал, что это тот самый сериал, про который мне рассказывали под прикрытием но я понял, как я сильно ошибался в эти главное США и это, это просто кунтовый сериал это один из самых лучших сериалов, которые я видел, вот серьезно и желательно, опять же, не буду никого заставлять, вот, не посмотрите, не приму но желательно, так, сейчас я улечу наверное, да, но нет, нет, не улечу наверное, желательно бы посмотреть его, и когда уступаете в нашу организацию, вы становитесь проспектом это вы не являетесь полноценным игроком, вы являетесь проспектом, то есть кандидатом в эти мембера, то есть у нас будет только два звания, нет, три, нет, четыре это президент нашего чаптера, это я это вице-президент, то есть мой помощник их может быть несколько, неограниченное количество хоть один, хоть сто, то есть сколько мне покажется нужным и также это мемберы, полноценные участники клуба которых есть, в принципе, почти что все права как и у президента они также могут командовать проспектами ну, чуваки, серьезно, только в реальных сампо то есть деньги просить нельзя, так как любое отношение в личную сторону то есть здесь просите не что-то ПРП то есть там, мой проспект, принеси мне там пивка либо там, не знаю, по-моему, и байк окей, это нормально, это нормально, потому что вы проверяете проспектов, а потом вы можете прийти и искать мне, то есть там, какой-то проспект то есть проявил себя в этом-то, я подумаю так, окей, ему плюсик, там еще там сколько-то плюсиков и еще на чем-то себя там проявит и он получит полноценную нашивку мембера такие дела и если вы являетесь проспектом, в клубе вы не имеете никакого права, вы не должны просить о какой-то помощи, то есть там, заберите меня Нет, вы должны наоборот не просить помощи, а давать помощь людям. Вы являетесь, скажем так, ну откровенно шестерками, то есть теми людьми, которые бегают на побегушках. То есть опять же, посмотрите сериал под прикрытием, он там хорошо излагает такие проспекты. И вы не должны противоречить ни президенту, ни вице-президенту, ни мемберу, то есть никому. Вы должны просто делать все то, что они говорят, и вас могут унижать. Опять же, я не хочу обидеть никого в реальной жизни, но играя роль такого президента в игре, могу сказать, там, драйпол, там, не знаю, говнюк, там, мелкий, если вы провинились. Но опять же, это я говорю не вам, чтобы вы не обижались, а вашему персонажу, которому вы играете в игре. Поэтому все, что происходит в IC, я говорю не вам, то есть не тебе, а какой-то человек, который смотрит этот ролик, а твоему персонажу. То есть чтобы в реальной жизни сказал бы мой персонаж твоему персонажу, думаю, с этим тоже разбрались, чтобы не было никаких обид. И являясь проспектом, вы не должны никогда выпрашивать патч. За выпрашивание патча, это уже следующий пункт, все правила тоже будут объяснены еще раз в группе, то есть которая та же самая группа, из которой я всех кикнул, которую опять же тоже буду всех добавлять. И все правила будут объяснены еще раз там, поэтому все, кто стоит в клубе на будущее, обязательно должны быть ознакомлены с этими правилами. За любое выпрашивание, упоминание патча, вы не должны ни слова говорить про него. Да, это довольно-таки жестко, но потом, когда вы становитесь участником клуба, вам открывается действительно многое. Это право голосовать на собраниях. Да, у нас будут собрания, где мы будем что-то обсуждать, также мы будем там выявлять новых участников, то есть мемберов клуба. И также, я думаю, что поподробнее обо всем я расскажу, наверное, в самой группе. Поэтому самое базовое, что я сказал, чтобы вступить, вам нужно иметь скин не бомжа, ник бурбон и байк. Любой байк, но байк обязательно, без байка нет. И повторюсь, не нужно, пожалуйста, писать, если там чего-то не хватает, типа, ты мне прийми сейчас, а потом вот я это прикуплю. Нет, сначала прикупите, а после я вас приму. Томас пишет, снимаешь? Я напишу, нет, Томас, тебе привет, просто сейчас не хочу писать, так как на что-то там это спрашивают, а я сейчас хотел бы немножко вот сосредоточиться, окей. И да, чтобы попасть на мембера, вам уже нужно будет иметь кое-что получше, а это критерии байкерского клуба. Потому что, когда вы выдаетесь проспектом, вам даже не обязательно вступать в байкерский клуб. Но когда вы уже мембер, я постараюсь договориться с Цезарем, это не будет никакого блата, что вас сразу инвайтнут на второй ранг. Потому что клятву вы также будете сдавать. И не так, чтобы писать, можно сдать клятву. Нет, вы должны писать все ПРП, то есть, ну какой байкер скажет, так здорово, цены, хочу клятву сдать, кому можно? То есть, согласитесь, это бред. Вы должны, допустим, написать там, не знаю, Бурбон, либо, опять же, у меня будет конечко, у всех будут клички, я буду, скорее всего, мутным. Кто посмотрит сериал под прикрытием, он поймет. Чувак спрашивает, Бурбон, Роник сегодня выйдет про новую Фому? Да, и ты, можно сказать, попал у него, но пока что я писать это не буду. Просто, серьезно, тогда ты можешь меня немножко отвлекать, а я это как-то не очень хотел. То есть, с этим понятно. И думаю, что, возможно, о чем-то забыл, но это вы увидите в группе, то есть, там будет все это в закрепе, и тема будет также дополняться. Поэтому, чуваки, жду, в принципе, вас, Фому, то есть, просто пишите мне в ЛС, там, и прикладывайте скрин того, что у вас есть байк, скрин того, что у вас есть такой вот скин, и скрин того, что вы сделали, поменяли ник на Бурбон. То есть, просто что-то прописали там в чат, скажем, какую-то там букву А, то есть, в М, то есть, А, и вот, я вижу, что ваш ник. То есть, думаю, это понятно. Поэтому, чуваки, не будут затягивать. Если что, все подробности, все подробности еще будут в группе. А на этом все, большое спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бурбон, всем пока.